Вторая буква, которую мы сегодня разбираем, ЦИ. В русской графике вы знаете эту букву. Она называется ЦЕ. По церковно-славянски ЦИ. Пишется через И, потому что произносится твердо. Под титлом обозначает букву-цифру 900. ЦИ. Произносилось мягко. ЦИ, ЕЙТЯ, КОРИТЮ, НИУТЯ. До сих пор очень многие территории восточного славянства имеют это мягкое ЦЕ. Да и по начертанию эта буква похожа на ЧЕ. Буквы ЦЕ вообще очень близки между собой, потому что они имеют один источник происхождения, букву К, древнюю. Мы же начинаем с вами ту часть славянской азбуки, где специфические славянские новые звуки новых людей. ЦЕ всегда из КЕ. Давайте посмотрим, что ЦЕ звук новый, и он всегда из КЕ. А ЦЕ вот здесь в начертании вот этой заставной буквы напоминает нам ЧЕ. И мы должны сказать, что и ЦЕ, и ЧЕ по происхождению своему, по начертанию, из древнесамарянской буквы ЦАДЭ, как полагают ученые. Скажем о том, что ЦЕ – это и не слово вроде бы. С одной стороны, оно есть в славянских языках, в некоторых, и обозначает ИЛИ. У нас оно в русском языке выглядит как ЧИ. ЧИ-то, ЧИ-не-то. И вот ученые-то и полагают, что ЦЕ – это обозначает ИЛИ. Итак, смотрим, рассматриваем вопрос о том, что всякое ЦЕ – происхождением из КЕ, что это новый славянский звук. Например, реку. Здесь мы видим КЕ. А мы рассматривали с вами уже букву РЦИ. Видим, что здесь в форме РЦИ повелительного наклонения КЕ перешло в ЦЕ. Ученые устанавливают, что К – звук древний, а Ц – звук новый. ТОЛКУ. ТОЛЦЫ – повелительное наклонение. Вспоминаем евангельские строчки. ТОЛЦЫТЕ – и отверзится вам. То есть будьте упорны и в молитве своей, и в учении своем. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7. ПРАВЕДНИК. Давайте поставим это слово во множественное число. И у нас выйдет ПРАВЕДНИЦЫ. ПРАВЕДНИЦЫ СИЯЮТ, ЯКО СВЕТИЛА. К переходит в ЦЕ. ПРАВЕДНИЦЫ – это лица любого рода, и мужского, и женского. Тем более, что ПРАВЕДНИКИ СИЯЮТ, ЯКО СВЕТИЛА. Эти строчки из Панихиды, а на небеси все как ангелы, где уже мужеск и женеск пол не различаются. Еще возьмем слова, чтобы доказать, что Ц – звук новый из К. Мы знаем с вами слово ЦЕСАРЬ. ЦЕСАРЕВИЧ. У нас оно сохраняется в русском языке. Слово ЦЕСАРЬ, обозначая Царя Небесного, конечно же, писалось под титлом, где мы скрывали часть слова, да так и привыкли говорить. ЦЕСАРЬ у нас превратилось в ЦАРЬ. А слово ЦЕСАРЬ восходит к имени императора Юлия Цезаря, который в классическом греческом произношении имеет К. Вот этот старый звук – КЕСАРЬ. Так мы и помним, что земной правитель так и назывался КЕСАРЕМ. И Господь велел, всякая душа, придержащая властям, повинуется, и говорил КЕСАРЕВУ «УВА ВОЗДАЙТЕ КЕСАРЕВА». Итак, ЦЕСАРЬ – ЦАРЬ. Здесь мы видим новый славянский звук ЦЕР. Далее обратимся к литовскому языку, он тоже индоевропейский, где не произошло изменения К в ЦЕ. И мы видим там слово КАЙНА, а по-славянски это уже будет СЦЕ – ЦЕНА. КАЙНА и есть ЦЕНА – это плата некая. Так вот, ПОКАЯНИЕ и ЦЕНА – однокоренные слова. ЦЕНА – это та самая плата, которую мы платим за свои грехи и искупаем их своим покаянием. Ещё одно слово ЦЕРКОВЬ для нас очень важное. Мы уже тоже понимаем, что слово ЦЕРКОВЬ имеет новый звук – ЦЕ. Обратимся к другим индоевропейским языкам, чтобы найти первичное значение этого слова. В греческом языке КИРИАКИ – это ДОМ ГОСПОДЕНЬ. ЦЕРКОВЬ – это ДОМ ГОСПОДЕНЬ. КИР – ПОТОМУ ЧТО ГОСПОДИН. КИР – КИРИОС. КИРИА ЭЛЕЙСОН – ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ, обращаемся мы. Итак, ЦЕРКОВЬ – это ДОМ ГОСПОДЕНЬ, ДОМ ГОСПОДА БОГА. Вспомним один из псалмов, псалмопевца Давида, когда он радуется, что ему окружающие говорят, «В ДОМ ГОСПОДЕНЬ ПОЙДЕМ, ВОЗВЕСЕЛИХСЯ», – говорит он, «Я развеселился и обрадовался, о рекших мне от тех, кто сказал мне, «В ДОМ ГОСПОДЕНЬ ПОЙДЕМ, ПОЙДЕМ, В ДОМ ГОСПОДНИЙ». Хотелось бы, чтобы и наши родные и близкие не ругались на нас, если мы идём в церковь и оставляем на какое-то время свои домашние заботы и мало уделяем им внимания, а так будем молиться о том, чтобы они нам сказали, «В ДОМ ГОСПОДЕНЬ ПОЙДЕМ!» и чтобы мы все с радостью, как и в былое время, все русские православные люди шли с радостью на воскресные богослужения. БУКЛА ЧЕРВЬ Переходим к третьей букве нашего сегодняшнего урока. БУКВА ЧЕРВЬ Под титлом она обозначает цифру 90. Вот это последнее символическое имя, которое завершает буквенную проповедь святых братьев Кирилла и Мефодия. Вот эту буквенную ГОМИЛИЮ. ГОМИЛИЯ – это и есть проповедь по-гречески. ГОМИЛЕТИКА – это наука о проповеди. Зачем же братья выбрали такую букву? Ведь мы же знаем, что к содержанию этого слова мы относимся отрицательно. Ну, червяк какой-то. Для нас это указание на какую-то крайнюю степень унижения. Горький Максим Пролетарский писатель так сказал, «А вы на земле проживете, как черви слепые живут, ни сказок о вас не расскажут, ни песен о вас не споют». Ну, так ли уж низменно это слово «червь»? Русский народ сложил пословицу «Червь во прахе и то Божье творение». Давайте разберёмся с этим непростым словом, в котором есть вот эта антиномия, когда слово содержит в себе разнонаправленные значения. И тогда создаётся особая напряжённость и особая глубина понимания этого символа. Сначала приведём однокоренные слова. «Червленный» – это алый, красный, пурпурный, потому что из червей делали вот эту яркую очень краску, которая служила для разрисовывания тех же заставных буквиц. «Червленный» или без «в» – «червленный». Вспомним, как красиво выглядели древние русичи на поле перед битвой с половцами, когда они встали в строй со своими черленами щиты, то есть с красными щитами, очень яркими. Лисицы брешут на черленные щиты, то есть даже звери не выдерживают этого яркого красного цвета. «Червленица» – красный цвет, ещё знаменует, конечно же, и кровь, потому что красный цвет символически обозначает кровь. И Пресвятую Богородицу мы называем «червленицею», поскольку из её крови исткася тело Христова. Пресвятая Дева Мария, она дала чистейшую плоти кровь Христу. И тогда червленица, ещё за свой красный цвет, червленная одежда, является одеждой царского достоинства, потому что это пурпур. Червленица – это ещё и царская одежда. Червём назвал себя сам Господь Иисус Христос. Пророк Давид словно бы ставит нас у креста Господня, словно он сам стоит там и видит, как страдает Господь, словно бы даже и он страдает вместе с ним, потому что он так точно описывает его физические страдания, что даже учёные-медики говорят, именно так всё и происходит при распятии на кресте. И вот сам Господь с креста говорит «Аз есмь червь, а не человек, понушение человеков и уничижение людей». «Аз есмь червь», – сказал о себе Господь, который действительно был до крайности унижен. Почему же себя назвал Господь так? По нескольким причинам. Давайте теперь разбираться. Богослово, например, Божественный Максим, говорит, что Господь назвал себя червём потому, что он родился бессеменно, бессеменно, так как червь рождается в земле после дождя. Потому что Господь родился особым образом. Он родился от Духа Святаго и Марии Девы. Господь сравнивается ещё с червём и потому, что он прогрыз зло всего мира, так как червь, так как моль, так как какой-то другой кокон червоподобный источает одежду. Он, униженный на кресте, истребил силу демонскую. Кроме того, мы червя используем как приманку, как наживку, например, в рыбной ловле. Так и ад заглотил тело Христова, думая, что туда идёт к нему в мрачные глубины обыкновенный человек. Он видел только земное в Господе и не увидел божества. И заглонув эту наживку, ад разорился, ад огорчился о том, как это произошло, очень образно пишет святитель Иоанн Златоуст в огласительной беседе на воскресение Христова. Слово «червь» заключает в себе противоположные значения. И наше христианское сердце